Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Олег Ставин, компания Огрожилование. Мы представители немецкого завода КВД. Сегодня мы находимся в Украине, Херсонская область, Генический район. Здесь фермер решил внедрить технологию Култана в свое хозяйство, так как понимает, что мало влаги, особенно в засушливых регионах, это юг нашей страны, очень мало влаги и вносить удобрения на поверхность это нецелесообразно. Вот. Технология Култан вносит жидкие азотные удобрения прямо под корень. Вносит на глубину 7 см, минуя послепожнивные остатки, если вы оставляете послепожнивные остатки на поверхности почвы, и впрыскивает удобрения прямо под корень растения. Что дает преимущество? Азот сразу начинает работать с растением, вы можете зайти в нужную фазу, вы уже не зависите от ветра, сегодня такой достаточно сильный ветер, то есть опрыскивателям сейчас работать категорически нельзя, светит солнце, его не видно за облаками, но оно особо пекучее, поэтому опрыскивателям с кассом работать нежелательно, потому что вы можете попалить свои поля. С данной технологией эти проблемы все уходят, мы можем работать только сколько вам нужно, хоть сутками. Так многие хозяйства в Украине сейчас и делают, работают просто сутками, только останавливаются ранним утром, когда слишком влажная почва, роса, либо приморозки, тогда останавливаются и потом дальше работают. Так вот, что здесь у нас за агрегат? Это, скажем так, практически полусамодельный агрегат, у фермера была рама с емкостью, емкость пятикубовая, мы поставили в Украину с Германии рабочие органы КВД по технологии Култан. Фермер сделал крылья, поставил гидравлические цилиндры, мы помогли ему с электроникой, араговская электроника здесь стоит, с клапанами, три текты, ширина захвата у нас получается 12 метров, 48 рабочих органов стоит на междуряде 25 сантиметров. То есть 25 сантиметров обычно мы используем под зерновые культуры, раб, если нужно идти уже по пропашным культурам, в зависимости от того, какое у вас междуряде, можно переставлять рабочие органы, снимая лишние, глуша форсунку и все, и работаем уже по пропашным культурам. Так вот, давайте вкратце расскажу о агрегате, что он себя представляет, покажу как это все работает. У нас, как я говорил, емкость 5-ти кубовая, 48 рабочих органов с расстоянием междуряде 25 сантиметров, 12 метров ширина захвата данного агрегата. Скорость, с которой мы можем работать, это 10-11 км в час, то есть самая оптимальная скорость. Данный агрегат может делать в час порядка 12-13 гектар, это расчетное время, это без разворотов, без заправок. Все будет зависеть от того, как хозяйство наладит, скажем так, логистику удобрения, заправку и так далее. На агрегате присутствует араговская система электроники, это Браво 180 ТЭС. Данная электроника сама регулирует норму внесения от заданной. Единственное, что есть, когда вы меняете пороги слишком большие, там от 100 литров до 300, допустим, то вам придется менять дозирующие шайбы в просунках. Потому что есть там 4-5 размеров, в каждой шайбе есть свой диапазон. От 100 до 200 литров, от 200 литров до 400 литров, ну и так далее. Итак, дорогие друзья, сейчас бы я хотел немножко рассказать о технологии Култан. Какие преимущества технология Култан имеет по отношению к традиционным методам внесения. То есть я сейчас говорю о методе разбрасывания и опрыскивателя. Сегодня 20 марта. Сейчас мы находимся на юге Украины. Здесь обычно очень мало остатков. Почва на 2-3 см уже высохла. А вносить удобрения нужно прямо сейчас. Что получается, когда мы вносим традиционным методом внесения азот на поверхность почвы, которая высохла на 2-3 см, не имея никаких осадков. Естественно, это удобрение будет лежать на поверхности почвы. Есть понятие, как утренняя роса, либо туман. Удобрение будет контактировать с влагой. И при выходе солнца, либо ветра, будет улетучиваться в атмосферу. То есть для этой пшеницы никакой пользы не принесет. Ну, скажем так, это просто выкинутые деньги на ветер. С технологией Куртан уже этого риска нет. Потому как мы с помощью рабочих органов КВД вносим удобрения на глубину 6-7 см. Данная иголка заходит на глубину 6-7 см, там где есть влажная почва, прыскают удобрения и выходит. То есть сейчас мы без риска потери азота вносим в нужную фазу, в нужную пору для зимы пшеницы азот. Тем самым мы получаем прирост урожайности. Мы не теряем азот, мы ее вовремя кормим. Пшеницы всего достаточно. И мы получаем прирост урожайности. Так как показали опыты в Украине, уже опыты в Украине на протяжении двух лет проходят. Минимальный прирост урожайности это 700 кг, максимальный был прирост урожайности тонна 300. С одного гектара азима пшеницы. При одинаковых нормах внесения. На некоторых участках, там где мы вносили даже на 40-50% меньше удобрений, чем фермер. Допустим, фермер вносил 100 кг в два этапа по азоту. Мы внесли всего лишь 50 кг. И там мы увидели какую картину. На этом участке, где мы положили в два раза меньше удобрений, это была Харьковская область, мы получили прирост там 2 центнера. 150-200 кг. Но мы сэкономили в два раза больше на удобрениях. То есть тут уже надо считать от каждого региона саму маржинальность. И ценовую выгоду как лучше. Потому как если выпадает 100 мм в осадках и не более, то может быть и нет смысла вносить там 100 кг. Здесь еще и вещества азота. Есть смысл вносить 50 кг и получать тот же урожай, но с технологией Култан. С небольшим приростом. Итак, дорогие друзья, ну давайте посмотрим, как этот наш агрегат складывается. Сейчас запустит трактор и будет складывать. Он у нас складывается, получается, вверх. Вот так мы его складываем для транспортировки с поля на поле для транспортировки. Стопориться с топорами. На что я хотел обратить внимание. У наших конкурентов идет не рычажная система амортизатора, как здесь находится, а идет пружина. Таким образом, во время движения, когда транспортируется в таком сложенном состоянии агрегат, пружины не имеют направленного, скажем так, давления. Он двигается куда угодно. И во время транспортировки, когда есть рабочие органы с пружинами, есть такая проблема. Они достают друг до друга, бьются и ломаются, как кулисные распределители, и даже лопаются пружины. В наших рабочих органах КВД такой проблемы уже нет. Потому как у нас есть лениневая планка, крычаг, и амортизаторы, которые крепятся на саму раму, которые придавливают только сугубо вертикально. Горизонтально они никаким образом не ходят. Поэтому можно не бояться ездить по дорогам, по полям, транспортировать. Все, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok